Здравствуйте, уважаемые друзья! Мне задается вопрос, скажите, пожалуйста, если человек получает диплом в другой провинции, например, в Альберте, то будет ли этот диплом приниматься в других провинциях Канады? Конечно, будет. Любой диплом, полученный в любой канадской провинции, это канадский диплом. Соответственно, он действует на территории всей абсолютно Канады. Более того, он будет признаваться и будет одинаково котироваться с дипломом, полученным также в Соединенных Штатах Америки. Так же, как и наоборот, дипломы, полученные в США, также совершенно спокойно котируются и принимаются как местные в Канаде. Есть другой момент. Момент, связанный с лицензированием. По канадской конституции есть несколько вопросов, которые касаются ведения федерального правительства. Это монетарная политика финансовая, это защита национальных интересов, это иммиграционные вопросы, связанные с выдачей иммиграционных виз, и это вопросы, связанные с обороной. Ну, я, в принципе, назвал уже это. Соответственно, все остальные... А, забыл еще. Криминальный вопрос, криминальное право. Все, что касается всего остального, то есть регулирование всяких разных профессиональных обществ, организаций, местные налоги какие-то, государственный, провинциальный язык в каждой провинции, вопросы, связанные с всякими разными учреждениями, которые контролируют за всем чем угодно. Все эти вопросы, они находятся в ведении провинции. Соответственно, если человек получает диплом в какой-либо провинции, и этот диплом и работа по этому диплому попадает под категорию, требующую получения местной лицензии в отдельно взятой провинции, то, соответственно, человек, независимо от того, в какой он провинции получал диплом, должен получить разрешение, лицензию на право работать в конкретной провинции. Потому что всякие разные детальки, нюансы, стандарты и так далее в каждой провинции свои абсолютно. И они могут совершенно быть не похожи на те, к которым привык специалист, который заканчивал Олисш или университет в другой провинции. Что получается? Получается так, что есть ряд профессий, прежде всего это, конечно, касается врачей, юристов, инженеров, которые обязательно, в обязательном порядке требуют получения лицензии, получения статуса местного человека, условно говоря, да, местного специалиста, для того, чтобы начать там практиковать. То есть, если мы говорим, допустим, про КВБ, то есть такая замечательная организация, точнее, организация по каждой из перечисленных профессий, которая называется профессиональный орган. То есть, есть профессиональный орган сестер, профессиональный орган врачей, профессиональный орган инженеров и так далее. И для того, чтобы в нее вступить, необходимо сдавать квалификационные экзамены. Естественно, что если ты заканчиваешь местный канадский вуз, местный канадский колледж, то тогда тебе зачитают большую часть всех предметов, которые тебе необходимо сдавать для вступления в этот самый орган. Но если ты приезжаешь из-за границы и хочешь работать как врач, как инженер, как еще кто-то из этих профессий, которые ты перечислил, тогда возникает острый вопрос в необходимости сдавать экзамены. И, собственно, большинство иммигрантов, которые приезжают из любой страны, многие из них ломаются именно на этапе сдачи экзаменов для получения практики. То есть практически все дипломы, с которыми приезжают люди, они здесь как бы признаются. Но ты не можешь по этим дипломам работать в случае, если ты не имеешь лицензии. А для того, чтобы получить лицензию, необходимо, соответственно, сдать квалификационные экзамены. И вот как раз люди ломаются на том, что они не могут сдать экзамены по местным требованиям. Или, допустим, период сдачи экзамены затягиваются у них на долгие годы. Допустим, самый быстрый срок по подтверждению своего медицинского диплома, я знаю, это 3 года. Самый долгий срок, который я реально тоже знаю, что человек это делает, это уже 10 лет. Человек 10 лет, врач, который до этого работал в течение, по-моему, 13 или 15 лет врачом также в Израиле, до сих пор дозаёт экзамены для того, чтобы получить лицензию на право работать здесь врачом. Ответил на вопрос, надеюсь. Если будут ещё вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу. Всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»